Позвонил Костя, говорит, давай калинки съездим. Поехали, калинки, пока светло. У нас первый снег вчера был, когда спешил, что-то посвежило, побелело все. Прям грустно как-то. Сейчас на Новый год, небось, повалят, как обычно. Или после Нового года. Сколько мы уезжали. Снега не было на Новый год, а потом приезжали, все завалено. Дорогу делают. Разгрузки, разгрузки. Как-то связано с выездом на ту сторону залива. Здесь как-то не разворачиваются. Я даже не знаю, как это технически работает. Короче говоря, вот мост строят. Вот там построили мост. Угу. Тут насыпаны такие штуки. То ли это хранение, то ли что-то непонятное. Короче, все строится везде. Что-то тут, видишь, железная дорога связана. Видно, какой-то тут разворот, заворот. Железка нет. Какие-то делают штуки. Мосты, мосты. А его, наверное, не видно, этот мост-то. Ну, как я видел, подвесной мост. Какой-то там самый длинный. Он что-то там, у него какие-то звания. Да? То ли за полярным кругом, то ли что-то. Наверное, за полярным кругом. Спереди мост. Подвесной мост, вот он там. Через реку Кола. Красенький такой. Не запустили уже. Дорогу уже открыли. Аккуратно поедем чуть. И там, и там. Здравствуй, Антоша. Костин друг. Молодой ушел. Тридцати лет не было. Такой парень хороший был. Фотка эта. Вот, бля, не знаю сколько ей. По-моему, она тут с самого, не знаю, когда хранит. С тех времен, где он на кухне. Елочка. Очек. Один. Елочка. Завалилась. Не царапай-то. Не должно быть. замерз портрет да вот он видно вот выглядывает костюм спортивно мне ни разу него не было сын уже такой большой у тебя умный теперь мы не просто так сюда приезжаем и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху вроде ничего нет... Хотя, может, потому что мост строить будут... Не знаю, сюда через заливы... Ну, понятно... Но вид зато шикарный... Это Кола... Вот этот город ближайший... Дальше Морубец... Вот огоньки за трубами... Тут, конечно... Красота... Давно я тут не была... Ой, смотри... Ясли, наверное, к Рождеству бы делали... Угу... Десять лет назад... На той стороне залива... Там вот за мостом как раз огонечки видны... А мост строились, по-моему, годы с 94-го... 13 лет уже... 13 лет, да... Ну, как строили... Его начали строить и все... И закончили... Он долгое время был в заморозке... И вот когда его построили... Не знаю... В 2000-ом каком-то году... 2000... Не знаю... В каком году... Я даже не знаю, кто был... Только его построили и... В седьмом я открыла... Да, и в седьмом мамка переехала в Мурманск... Вот... Стелла классика красивая... Видите... Лозунги... И форпостмы... И город-герой... Все, что хочешь... Лисота... Стоим в пробке... Очень ощущается... Новогодний вот этот период... Очень много... Жителей области приезжает в город... Создаются пробки... Видно за покупками... Что послезавтра... Да, Новый год тут у нас... Ну, тут да... Новый год наступит послезавтра... А так он будет завтра вечером... Вот... Очень много машин... Очень много людей... Куда они берутся... Непонятно... Едут со всех... Со всех сторон... Норма съезжается... Собрали... Сделали горку... Горка изо льда... Это вот самые северные... Наверное... В мире... Аттракционы уличные... Они даже работают... Вот... Нагорка... Там много дорожек... Три или четыре... Отсвечиваются... Катаются... Детки... Три или... Три или... Да... Три... Да... Вот так мои золотые... Проездили... И день закончился... Оказалось, что Саша моя едет с Татьяной Валерьевной из Питера на одном поезде в Иваново. Так что они сейчас там встретятся. Ну а вы, мои золотые, пока-пока. Спокойной ночи всем. И с наступающим, кто еще, кого я не поздравила. А завтра буду всех поздравлять с Новым Годом. Ну не завтра, а послезавтра. Так что я с вами не прощаюсь. Пока-пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok